Андрасте Вместо этого она умоляла Создателя вернуться к тем, кого он оставил. Ее мольба была столь искренней, что тронула Создателя. Он пообещал, что создаст рай на земле, если все отрекутся от ложных богов и вновь поклонятся ему. Вот почему Андрасте начала свой священный поход против идолопоклонников Тевентерской Империи. Создатель наделил ее своей силой, чтобы сокрушить ее врагов. Андрасте поставила Империю на колени, и ее победы сподвигли многих обратиться к Создателю. Увы, порочность людей привела к тому, что Андрасте предали и убили. Маферат, ее земной супруг, предводитель племен Аламари, приревновал к популярности и влиятельности своей жены, которая затмила его собственную. К тому же Андрасте почитали как обрученную Создателем, и Маферат начал замечать, что по мере того, как она становится все преданней Создателю, их семейные узы слабеют. Поддавшись зависти и злобе, Маферат заключил соглашение с Гессерионом, Архонтом Тевентера. Он позволил подкараулить и захватить свою возлюбленную Андрасте. Андрасте сожгли на столбе в Минратоусе, столице Тевентера. Тевентерская церковь утверждает, что в последние мгновения жизни Андрасте сердце Гессериана смягчилось, и он услышал голос Создателя, повелевший прекратить ее страдания. Он пронзил мечом ее сердце, и когда ее кровь хлынула ему на руки, он обрел истинную веру. Диссиденты же говорят, что Архонт принял эту веру лишь потому, что не мог противостоять росту культа Андрасте, и иначе лишился бы власти. Да подлинно мы этого никогда не узнаем. Это для меня, правда? Ну вообще. Ты что-то задумал? Спрашивай. Никогда что? Не имел добротной пары сапог? Понятия не имею. Может, ты хочешь спросить, видел ли я Василиска, пробовал ли я мясной студень и лизал ли кувалду на морозе? Так вот, о чем мы говорим. Если ты правда хочешь это знать, говори первым. Нет, я тоже никогда этого не делал. Ну, я говорю об... об этом. Не сказать, чтобы я об этом не думал. Ну, ты понимаешь. Понимаешь, жить при церкви... Для непоседливого мальчишки это вообще не жизнь. Но меня вышкалили как следует. Это не так уж плохо, верно? Я... Я бы не хотел с этим торопиться. Может, мы не переживем того, что близится. Хватит, я больше не хочу говорить об этом. Идем. Ты что-то задумал? Спрашивай. Ты имеешь в виду, кроме того, как он становится серым стражем? Хм. Знаешь, я и об этом Дункана спрашивал, но слышал в ответ только одно. Увидишь сам. Не то, чтобы Дункан хотел сохранить что-то в тайне. Просто серые стражи редко об этом говорят. Я так понимаю, для них это неприятная тема. Сначала я заметил, как вырос мой аппетит. Я просыпался среди ночи и тайно пробирался в кладовую замка. Мне казалось, что я умираю с голоду. Я сжирал свой обед так, словно это была последняя еда в моей жизни. Глядя на меня, всего перемазанного в соусе, другие серые стражи покатывались с осмеху. Правда? На днях я видел, как ты поедаешь свой обед. Как дикарь. Думаю, эта штука по-разному действует на людей. Но как бы то ни было, ты все равно дикарь. Хе-хе. А потом... Потом пришли кошмары. Дункан сказал это потому, что мы начинаем чувствовать порождение тьмы. Мы подключаемся к их... Не знаю, как это правильно назвать. Общему разуму, что ли. Когда ты спишь, все еще хуже. Через время ты учишься отгораживаться от этих снов, но первое время тебе бывает непросто. Похоже, тем, кто проходит посвящение во времена Мора, приходится еще сложнее. Ты-то как все это переживаешь? У некоторых все проходит довольно легко, но это бывает редко. Другие же плохо спят весь остаток жизни. Как видно, они просто более чувствительны. Впрочем, конец для всех один. Когда ты достигаешь определенного возраста, начинаются подлинные кошмары. И тогда Серый Страж понимает, что его время пришло. Да, именно так. У нас не было времени рассказать тебе об этом, понимаешь? Вдобавок ко всем прочим радостям, Серому Стражу можно не бояться смерти от старости. Хочешь, не хочешь, у тебя остается 30 лет жизни. Скверно, это как смертный приговор. В конце концов, твое тело перестает с ней справляться. И когда приходит время, большинство Серых Стражей отправляются в Арзамар, чтобы умереть в бою, а не дожидаться неизбежного. Таков обычай. Там, где гномы, ниже всегда можно отыскать порождение тьмы. Старейшие Серые Стражи всегда отправляются на глубинные тропы в последний бой. Не то, чтобы во времена Мора сложно отыскать порождение тьмы, но таков обычай. И гномы уважают нас за это. А ты еще удивлялся, почему мы не рассказываем новобранцам о посвящении. Теперь ты знаешь всю правду. Видишь ли, у Дункана снова начались кошмары. Он рассказал мне это по секрету. А еще он сказал, что скоро и сам отправится в Арзамар. Думаю, он добился своего. Жаль только, что такой достойный человек умер такой смертью. Я знаю. Если мы положим конец Мору, одно это оправдает наши жертвы. Ведь так? Ты что-то задумал? Спрашивай. Я знаю их не так уж давно, но все же дольше, чем ты. Ты ведь никогда их раньше не видел? Быть одним из Стражей – это нечто. Это почитай, что настоящая семья, тем более, что прошлая жизнь для всех нас закончилась. Мы тут очень весело проводим время. Веселее, чем ты думаешь. Как-то раз... А впрочем, едва ли тебе интересно, что случилось с мужчинами, которых ты не знаешь. Был один Серый Страж, который пришел из самого Андерфелса. Как же его звали? Грегор? Григор? Это был здоровый мужик с самой длинной и самой пышной бородой из всех, что я видел. А еще он крепко умел выпить. Он пил не переставая, но никогда не пьянел. В конце концов, мы собрались вместе и побились об заклад, сколько пинт надо в него влить, чтобы он оказался под столом. Слабо верится, если честно. Пытались-то многие, но этот парень из особого теста сделан был, клянусь. Мы так и не выяснили, что хотели. Он сказал, что будет выпивать пинту на каждое пол пинты, которую бьют все остальные. И когда мы все уже отрубились, он еще сидел прямо. Мне сказали, что потом пришел Дункан и увидел всех нас в повалку, лежащих от одного конца зала до другого. И Грегора, который все еще сидел и пил. Дункан смеялся, пока не... Пока... Да, думаю, так оно и есть. Мне казалось, я уже пережил это, но... Мне вдруг пришло в голову, что от Дункана у меня ничего не осталось. Совсем ничего. Ни могилы, чтобы ее проведать. Ни какой-нибудь безделушки, которая напоминала бы о нем. Понимая, что тебе это кажется глупостью. Я просто хотел бы сохранить какую-нибудь из его вещей, вот и все. Что ж, какой толк горевать понапрасну? Его больше нет, а нам надо жить дальше. Идем. Я вот тут думал, мне хотелось бы знать твое мнение о некоторых наших спутниках. Ты не против, если я задам такой вопрос? Как насчет Стэна? Он на меня так смотрит? Мурашки по коже. И еще он чересчур бесшумно движется для такого громадины. Чем больше я с ним говорю, тем он кажется рассудительней. Философия у него странная, но совсем не такая гнусная, как расписывает церковь. А все же он убил всех тех... А все же он убил... А все же он убил всех тех людей. И даже не отрицает этого. Тебя это не беспокоит? Не уверен, что сожаление означает для него то же самое, что для нас. Понятие о чести у Кунария довольно сложное. По крайней мере для меня. Как насчет Лилианы? Она чокнутая? Или ты действительно веришь в ее правительский дар? Можно сказать и так. Я заметил, что вы с ней в последнее время сблизились. Это так? Мы и все остальные уже говорили об этом между собой. Да ну. Вруша. Ну и пожалуйста. Даже не знаю, что о ней думать. Если смотришь на нее, когда она тебя не видит... Лицо у нее всегда такое... Печальное. Я почти раскаиваюсь в том, что мы вырвали ее из прежней жизни. Да, я знаю. И все же мне ее ужасно жаль. Морриган, ты ей доверяешь? Подумай. Быть может, Флемет отправила ее с нами совсем по другой причине. И что? Так и позволишь ей идти с нами? Ей, Малификару, и еще Создатель ведает кому. Первая здравая мысль за все время. Ты только помни, что она очень опасна. А еще коварна и зла. Скажи мне только одно. То, что говорят все остальные, это правда? У тебя с Морриган что-то есть? Скажи, что это не так. Какой же ты врун. Я безмерно разочарован. Ладно, это твои проблемы. Хватит. Я, пожалуй, насытил свое любопытство. Давай вернемся к делу. Ты что-то задумал? Спрашивай. Других да, но не тебя. Такой человек должен быть умелым воином. Для этого дела очень важна дисциплина. Присылай ко мне в лагерь, кого тебе надо. Посмотрим, что я смогу сделать. Почти. Почти. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Готово Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 магов, которая не хочет жить под постоянным надзором церкви. Наше сообщество – самоуправляемая гильдия магов, которые просто хотят, чтобы их оставили в покое. Мы ничего не имеем против церкви, но все же предпочитаем жить так, как нам хочется. Рядом со мной, и в каждом крупном поселении ты найдешь неприметный мешок с просьбами от магов со всей страны, которым нужны услуги умелого и неболтливого помощника. Меня? Я не маг, друг мой, а те, кто передал свои просьбы, не назвали имен, за исключением пары наиболее самонадеянных магов. Уверяю тебя, наше дело угодно создателю. Под нашим присмотром магия не управляет человеком. Спасибо, друг мой. В каждом крупном поселении есть наши люди, которые заплатят тебе за труды на благо сообщества. Да улыбнется тебе создатель. Кое-что сверху. За дружбу. Рад новой встрече. Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день. Добрый день и добро пожаловать в изволованную принцессу. Я могу чем-то помочь? Так придумал отец. Раньше это была его гостиница, и он назвал ее в честь моей сестры. Она была его маленькой принцессой. Принцесса решила, что тут ей слишком скучно, и уехала в Ден-Рим. Там гламурнее, сказала она. Ее нашли убитой. С нее с нее сняли все дорогие побрякушки, которые ей купил отец на свои кровные. Отец умер от горя, и потрясенная мама перестала есть, а я получил убыточную гостиницу. Имя к ней прилипло. Вот и вся история. Конечно. Чего именно? Идем. Ух ты! В первый раз вижу остроухого, разряженного как король Феррелдена. Что, выбился в люди, да? Ой, прошу прощения. Знаю, у меня язык без костей. Я просто не видал, чтобы такие, как ты, ходили франками. Ох, опять сболтнул лишнего. Клянусь, ничего плохого не имел в виду. Пожалуй, начну-ка я сначала. Весьма рад познакомиться, сэр. Ха, дыши ровно, дружок. Вот уже много дней никому не дозволяют переправляться через озеро. Я здешний лодочник, то есть был им. А теперь, бедняга Кестер, сидит без работы. Понятия не имею. Мне ничего не рассказывают. Тут недавно Грегор приходил и говорил. Ты, Кестер, не волнуйся. У нас тут все схвачено. А больше ничего и не сказал. А теперь вот поставил Кэрола приглядывать за моей лодочкой. Моей Лисси. В честь бабули ее назвал. А по мне... Так там у них с магией неполадки. Но это как всегда. Я что, храмовник или маг? С какой стати мне станут рассказывать, в чем дело? Ну, валяй, узнавай. Мне Грегор велел побыть тут, вот я и буду тут. Этот парень знает, о чем говорит. Ну, этого я бы не сказал. Просто он по доброте душевно иногда ко мне заглядывает. Первый чародей тоже ничего. Вежлив всегда. Но какой-то он нелюдимый, если понимаешь, о чем я. А Грегора не прочь побеседовать. По-моему, ему нравится общаться с простым народом, понимаешь? Такого парня, как Грегор, грех не уважать. Думаю, это благо для магов. Можно собраться, обменяться опытом и все такое. Знаю я, что болтают о магах. Но все-таки... Ведь создатель их сотворил не просто так. И уж если нельзя доверять ему, то кому тогда доверять? Ладно, иди. Береги себя, слышишь? Эй ты, ты в случае мне переправок башни ищешь? А то мне строго-настрого приказано никого туда не пропускать. Мне велено предотвращать неправомочное проникновение в башню Круга. В том числе и твое, поскольку у тебя нет на это прав. Ах так, ты серый страж. Докажи им. Пойди убей порождение тьмы. Посмотрим на благочестивое серое стражество. Тьфу, пустословие. Приятно было с вами поболтать. А теперь ступайте своей дорогой. Убирайтесь. Да ну, думаешь, Грегор рассердится, если я тебя не впущу? Погоди-ка. А ведь и впрямь рассердится. Верное замечание. Он тут все-таки большая шишка. Бьюсь об заклад, он мог бы договориться с серым стражем. И якобы с серым стражем. Ну что, отвезти тебя туда? Ну, пойдем. Ну, пойдем. И пусть еще двое не упускают из поля зрения двери. Без моего разрешения двери не открывать. Все ясно? Да, сэр. Двери заперты. Чтобы помешать кому-то выйти или войти. А теперь будем ждать и молиться. Кто ты такой? Я же четко сказал Кэролу никого сюда не привозить. У нас тут крайне сложное положение. Тебе лучше уйти ради собственной же безопасности. Вечно серым стражем люди нужны. Как мне это уже надоело. Хотя это ваше право. Что есть, то есть. Здесь тебе союзников не найти. У хромовников лишних людей нет. А магам сейчас не до того. Буду говорить откровенно. Мы не в силах справиться с тем, что сейчас происходит в башне. По залам башни бродят одержимые и демоны. Круг погиб. Башня пала. Мы не знаем. Мы не знаем, что именно случилось. Мы видели только демонов, которые охотились и за хромовниками, и за магами. Я понял, что мы не сможем их одолеть, и приказал моим людям бежать. Я послал гонца в Ден-Рим, попросил подкреплений и право уничтожения. Право уничтожения дает хромовникам власть уничтожить магический круг начисто. Маги должно быть уже мертвы. А одержимых надо уничтожить. Не важно как. Положение тяжкое. Выбора у нас нет. Чтобы устранить угрозу, все, что находится в башне, должно быть уничтожено. Если б был, неужели я бы им не воспользовался? Но нет. В башне остались только одержимые. Никто не смог бы спастись от тех чудовищных тварей. Слишком это мучительно. Надеяться, что кто-то уцелел. И обнаружить, что надежды были напрасны. Довольно давно, потому и беспокоюсь. Гражданская война, вне сомнения, породила немало смут и бедствий. Я могу лишь гадать, втянута ли в нее церковь. В Ден-Риме уже должны были получить наше послание. Наверняка подкрепление скоро будет здесь. Я бы тоже хотел узнать, как все это началось. Я забочусь прежде всего о ни в чем не повинных жителях Фералдена. Чтобы их защитить, я пожертвую своей жизнью и жизнью всякого мага. Ни один одержимый не должен вырваться из башни. Хочу предупредить. Когда ты переступишь этот порог, обратного пути уже не будет. Двери башни должны быть заперты. Я ни для кого их не открою, пока не буду уверен, что в башне безопасно. А уверен я буду лишь тогда, когда ко мне явится сам первый чародей и сообщит об этом. Если же Ирвинг погиб, значит, круг пропал и должен быть уничтожен. Да дарит тебя Андраст и своей отвагой, что бы ты ни решил. Смилуйся надо мной, создание. Я пошел. Скорее бы это закончилось. Припасы подходят к концу, и я не знаю, сколько еще мы продержимся. Нам нужно, чтобы все одержимые демоны отсюда убрались, если ты об этом. Если у тебя есть что-то на продажу, тоже будет помощь. Зином certains, если черные чтобы добраться, если бы чтобы достаться, чтобы ты ехать, больше чем предиш聊. aland. П relatuggui. Продолжение следует... Продолжение следует... Недалеко от леса Бресилиан мы видели Мага Крови. Мы хотим сообщить о нем церкви. Ха-ха-ха-ха-ха! Ты, кажется, сказал... Погоди, ты это серьезно? Вид у тебя грозный, но мы только что дрались с порождениями тьмы. Думаю, мы сумеем справиться с парочкой неудачников в доспехах. Поглядим, на что ты способен. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...